Добрый вечер, в эфире телеканал Енисей, еженедельная программа «Итоги». В студии Яна Ромишов и Наталья Сипетая. Здравствуйте. В начале коротко о главных темах выпуска. Администрация заповедника Столбы предлагает сделать территорию, излюбленную туристами, частью города Красноярска. Зачем заповедным землям красноярская прописка? В понедельник вся страна отмечает День России. Какие праздничные сюрпризы ожидают жители края 12 июня? От школьника до пенсионера в автопробег до Северного Кавказа с телеканалами Енисей отправились 15 человек, это 6 экипажей. Кто в этом году будет покорять тысячи километров дорог? С 1 июня зарплаты бюджетников вырастут. Проект, соответствующий корректировке бюджета, был разработан правительством края с целью реализации майских указов президента и был представлен на рассмотрении депутатов законодательного собрания края в минувший четверг. Согласно документу, повышение коснется педагогических работников, образовательных и медицинских организаций, в том числе учреждений дополнительного образования, работников организации, оказывающих услуги детям-сиротам, а также административно-управленческому персоналу учреждений культуры и соцработникам. Кроме того, вырастут зарплаты и у медработников. Увеличение фонда оплаты труда по разным отраслям составит от 10 до 50%. Как отметил министр финансов края Владимир Бахарь, всего на эти цели край направит 2 миллиарда рублей. Но дефицит бюджета не увеличится, поскольку доходы краевой казны вырастут за счет роста поступлений от налога на добычу полезных ископаемых и НДФЛ. Как и на федеральном уровне, с 1 октября текущего года планируется повысить заработную плату медицинских работников, учреждений, финансируемых за счет средств фонда обязательного страхования. И для того, чтобы нам обеспечить единообразный подход, ровно в те же сроки предполагается повысить зарплату и тем учреждениям, которые финансируются за счет краевого бюджета, речь идет о врачах, средний и младший персонал, то есть те работники, которые также попадают в указ президента. В итоге депутаты единодушно поддержали корректировку бюджета, в которой, отмечу, также учтены расходы на поддержку пострадавших от пожаров в крае в размере 200 миллионов рублей, а также затраты на благоустройство к универсиаде. Еще одним важным вопросом в повестке сессии стала экология. С докладом о мерах, которые сегодня предпринимаются по улучшению экологической ситуации в Красноярске и в крае, выступил заместитель председателя правительства края Юрий Лапшин. Он подробно рассказывал о проектах по снижению экологической нагрузки, в частности, создается и совершенствуется система мониторинга. Причем впервые будут учитываться данные не только крупных предприятий, но и от малых котельных и частных домов. Работают передвижные лаборатории. Достигнута договоренность с крупнейшими предприятиями края, подписанная экологическая хартия. Будет расширен список предприятий с 33 до 50, которых обережут сокращать выбросы в период неблагоприятных метеоусловий. Конечно, на решение проблемы нужно время, но, как подчеркнул губернатор края Виктор Толоконский, и СГК, и КРАС уже взяли на себя обязательства улучшить технологии. Я могу уверенно говорить, что через несколько лет действительно технологии работы предприятий в КРАИ, выбросы будут уменьшены качественно, кардинально. И основой таких утверждений является то, что после публичных слушаний, после принятия тех документов, о которых Вы говорите, изменилась позиция предприятия. Изменилась позиция бизнеса. Вот поверьте, мне не приходится никого сегодня не только пугать, даже и уговаривать. Всего мы думаем, что в ближайшие 3-4 года только на очистку выбросов будет направлено в КРАИ с самими загрязнителями не меньше 30-35 миллиардов рублей. Такого не было никогда, и вряд ли может это быть как-то повторено. Администрация заповедника Столбы предлагает сделать территорию, излюбленную туристами, частью города Красноярска. Сейчас административно весь заповедник относится к Березовскому району. А это значит, что в случае пожара или другого ЧП сотрудники МЧС, скорой или полиции едут на происшествие из Березовки. Тогда как для городских служб это было бы элементарно проще и быстрее. Для чего еще нужно разделить Столбы на части? В репортаже Сергея Доставалова. Ну и тут зона получается где-то вот такая, да? Да, она занимает 4% от общей площади заповедника. Идея эта родилась давно – разделить заповедник на две зоны. Первую и самую большую по площади, ограниченную для общего посещения и доступную лишь специалистам, и вторую, так называемый, туристическо-экскурсионный район, доступный для свободного посещения всеми желающими. Но нарисовать границу на карте – это одно, а в реальности совсем другое. Это исключительно изменение границы между городом Красноярском и границей Березовского района. Целостность заповедника Столбы в этом случае остается прежней. Земли федерального значения остаются прежними. Прежними никаких переводов земель в черту города со стороны заповедника Столбы и территории экскурсионной не будет. Это улучшит обслуживание этой территории, расчистка содержания дороги муниципальными структурами, вывоз мусора, то есть все, что касается благоустройства и поддержания в порядке этой территории. И на сегодняшний день город готов идти на эти шаги, но они из-за того, что территориально это находится в Березовском районе, они по закону не могут направлять туда свои ресурсы и свои средства, в том числе в виде каких-то субсидий. Само собой, необходимые мероприятия проводят сейчас сами сотрудники заповедника Столбы и благодаря их усилиям, в частности, пешеходная зона вокруг знаменитых скал постепенно наполняется современной инфраструктурой, сервисом и удобствами. Но если пожар или ЧП, или как ожидают через два года к универсиаде, огромный поток гостей, которым также понадобится обслуживание, обеспечение безопасности, сейчас Столбы территориально относятся к Березовскому району. Административный центр поселок Березовка с ее пожарной частью, больницей, со станцией скорой помощи силовыми структурами с другой стороны города, можно сказать, в другой стороне света. При этом сам заповедник примыкает непосредственно к Свердловскому району. Идея сделать туристическую зону частью города Красноярска очевидна, логична и аргументирована. Мы понимаем, что территория заповедника, она 99% это земли Березовского района. И вы как сами понимаете, случись, что у нас на территории экскурсионной зоне приехать ни скорая помощь, ни наряд милиции оперативно на этот вызов не сможет. Однако не все так просто. И в нашей сложной жизни, чтобы устранить бюрократические казусы и реализовать хорошую, на первый взгляд, идею, нужно время и много сил. На все про все минимум год согласования решений на всех уровнях власти от городского до федерального, говорят в Управлении архитектуры Красноярска. На законах предусмотрена достаточно сложная процедура согласования и на федеральном уровне, и на региональном уровне, обязательное проведение публичных слушаний для учета мнения населения. И, соответственно, это происходит достаточно долго. Но стоит ли тогда игра свеч? Может, все по старинке, как и раньше, не нужно никаких новых границ, пешеходных зон? Ведь в обычной жизни посетителям столбов вроде ничего не изменится. Столбы – это одна из жемчужин нашего города. И нужно, наоборот, их развивать, но в то же время заботиться и делать их более удобными и более безопасными. Я считаю, туда нужно стремиться. А то, что эта процедура непростая, долгая может быть, нам это известно, нам необходимо будет и с Березовским районом согласовывать, и с городом Красноярском, и с Федерацией, поскольку столбы – это федеральный заповедник. Затем нужно будет вносить изменения в закон края. В мае нынешнего года из-за пожарной опасности вход в заповедник был закрыт. Сразу несколько серьезных возгораний произошли летом прошлого года на территории заповедника. Причем как раз на территории, излюбленной туристами. В июне 2014 года выгорело 3,5 гектара заповедника из-за китайских фонариков. Везде причиной пожаров становились люди – обычные туристы, решившие что-то зажечь на природе. Пока все хорошо, о границах, разграничениях, административном делении думать простому туристу не нужно. Пока, как у нас говорят, гром не грянул и люди не пострадали. Об этом нужно думать заранее руководству заповедника. Чем оно, собственно, сейчас и активно занимается. Ну а далее выпуски. Если вы еще не запланировали, как проведете 12 июня, то не переключайтесь. Буквально через пару минут расскажем о самых интересных мероприятиях в День России в Красноярске и в Крае. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова